Начинаем наш открытый урок. Тема открытого урока. Сегодня у нас будут методы сбора и хранения лог-файлов. Особенности рекомендации. Будем говорить про такие классические механизмы логирования в системе Linux. Открытый урок, он, скажем так, в преддверии старта курса по observability, мониторинг логирования tracing. Просьба поставить чат плюсы, если меня слышно, если видно презентацию. Возможно, ну, к сожалению, чат я буду, чтобы прочитать ответы, переключать. И вот картинка будет такая, будет картинка в картинке. Тут, к сожалению, есть ряд ограничений по платформе, которые, собственно, не позволяют мне вывести чат снаружи, чтобы он был виден. Так, вижу, что плюсы вижу, минусов не вижу. Значит, будем считать, что все хорошо, мы можем начинать. Возможно, с вашей стороны в чате до меня сообщения могут долетать с некоторой задержкой. Поэтому, если вы что-то написали, я не сразу ответил. Возможно, я просто еще не увидел ваши сообщения. Ну, собственно, пойдем дальше. Тогда начинаем. Значит, тему открытого урока я уже сообщил. Давайте с вами немножко познакомимся. Меня зовут Иван. Я технический директор группы компании на тех. В сфере IT уже довольно давно. Начинал как системный программист. Сейчас уже решаю различные задачи из сферы DevOps, из области системного администрирования. Как раз вот observability, да, мониторинг, логирование, трейсинг – это одни из таких задач, которые как раз must-have для системного администратора являются. Собственно, в целом, делюсь своим опытом, в том числе в онлайн-школе ОТУС. Также в недавнем времени я защитил кандидатскую диссертацию. Делюсь также опытом со студентами, с молодыми в университете ИТМО. Собственно, постараюсь сегодня немного полезной информации вам на эту тему рассказать. Значит, какой у нас сегодня план на открытый урок? Ну, познакомиться мы с вами уже познакомились. Вначале расскажу немножечко о БОТУСе, что это за онлайн-школа, что в ней можно приобрести, какие у нее, скажем так, преимущества. Ну и дальше поговорим уже с вами на тему вебинара, то есть поговорим о логах, вообще что это, опять же, зачем нужно. Поговорим про логирование в Линукс. Ну и дальше расскажу уже непосредственно про сам курс, что конкретно вас ждет в программе курса Observability. То есть там не только, естественно, логирование. Логирование – это всего лишь маленькая часть. И то, что мы сегодня с вами успеем посмотреть за такой небольшой промежуток времени, это всего лишь, наверное, маленькая часть урока одного с этого курса. На самом курсе, конечно, уже вся основная информация будет до вас донесена. Значит, про себя я рассказал. Теперь расскажите, пожалуйста, вы о себе. Откуда вы, какой у вас опыт работы в IT. Можете оценить условно себя по трехбальной шкале. Например, если вы уже имеете какой-то опыт, допустим, системного администрирования, можете поставить три балла. Если, например, вы занимались, может быть, программированием, но не связаны никак с целью, ну, с областью системного администрирования и DevOps, можете поставить на два балла. Ну и если вы новичок в IT, то есть вы, в принципе, вроде как знакомы с компьютером, но даже, возможно, устанавливали какие-то программы, может быть, даже переустанавливали Windows, можете поставить единичку, да, то есть вы просто хотите поменять область деятельности. Ну и напишите также, с какой целью вы записались на этот открытый урок. Нам так будет проще с вами, мне так будет проще с вами сегодня работать. Так. Значит, ну, опять же, сообщение почитаем. Вот, пока вы пишете, опять же, да, они до меня, возможно, с какой-то задержкой доходят. Давайте сегодня немножко еще, значит, давайте я немного расскажу про правила вебинара, про регламент. Можно задавать вопросы в чат, то есть я буду чат периодически смотреть. Опять же, не сразу могу увидеть ваши вопросы, но я буду стараться на них отвечать. Вот, могут быть вопросы, которые будут требовать какого-то более развернутого ответа. Вот, на такие вопросы я не обещаю, что буду отвечать, потому что у нас с вами ограниченное количество времени. И все-таки есть тема вебинара, от которой нам не стоит сильно отходить. Но, тем не менее, да, то есть вы можете любой вопрос задать. Не нужно стесняться задавать глупые вопросы. Глупых вопросов не бывает. Самый плохой вопрос, да, это вопрос, который не заданный. Поэтому, все, что непонятно, все, что хотите спросить, не надо стесняться, спрашивайте. Я буду стараться на вопросы отвечать. Ну, теперь давайте немножко о ботусе. Да, то есть, значит, в принципе... Так, никто ничего не написал о себе. Либо до меня еще не дошли сообщения, либо просто никто ничего не написал. Ну, в общем, если вы еще пишете, то можете сразу еще добавить такую цифру, вторую, да, которую вы можете поставить. Это знакомы ли вы вообще с отусом. То есть вы можете поставить единичку, если уже учились, например, проходили какие-то курсы в отусе, вы знакомы с платформой, знакомы с принципами обучения. Можете поставить двоечку, если, например, не учились, но слышали об отусе. Возможно, учились ваши друзья, коллеги, может быть, кто-то из знакомых проходил, какие-то курсы. Ну, и если, опять же, вы впервые ознакомитесь с отусом, поставьте цифру 3. Да, то здесь мы идем с вами в обратном порядке. И, собственно, вот, будет понятно, стоит мне подробно рассказывать или нет. Ну, в любом случае, я расскажу, значит, что отус, это, да, изначально задумывалась как компания, которая позволяет обучаться у опытных специалистов с таким высоким уровнем в различных областях. IT, то есть все практикующие специалисты. Теоретики, ну, то есть теории, это хорошо, но, опять же, да, то есть сфера IT очень динамично развивается, поэтому, если специалисты практикующие, да, то они, как правило, всегда в курсе так называемых best practices, да, лучших каких-то решений, и программа всегда оперативно дополняется необходимыми изменениями, да, то есть даже, на самом деле, тот же самый курс общинобобилити уже за, там, буквально год уже программа, на самом деле, выросла почти в два раза. Собственно, изначально создавали, ну, отус создавал курсы для повышения квалификации уже каких-то действующих специалистов из сферы IT, но, опять же, было довольно множество запросов на обучение с нуля, и сейчас, в принципе, любой новичок может освоить данную специальность в отусе, без всяких проблем. Значит, в связи с тем, что есть образовательная лицензия, да, то есть любой курс, это, можно сказать, программа повышения квалификации, либо профессиональной переподготовки, и, ну, все программы, они разрабатываются на основе того, что в данный момент требуется на кадровом рынке в какие-то топовые компании. Ну, и, соответственно, обучение специалистов проводится вот на различных совершенно уровнях, да, то есть вы можете пойти на джуниор уровень, можете пойти уже на медла, можете пойти на сеньора, можете пойти на леда, то есть уже под любой уровень знаний, под любой уровень компетенций можно найти что-то подходящее, причем абсолютно из любой области, то есть начиная там от программирования, настройки инфраструктуры, заканчивая уже геймдевом, да, дата-сайенсом, аналитикой и так далее. Значит, непосредственно сегодня мы говорим про observability, да, то есть observability, это у нас условно модное слово, это про наблюдение, речь, и мы с вами всегда, когда настраиваем какие-то сервисы, когда мы настраиваем какие-то сервера, мы всегда хотим знать, что у нас в системе все в порядке, то есть для этого мы с вами настраиваем мониторинг, мы обязательным образом настраиваем логирование, то есть если у нас какие-то случаются аварии, чтобы мы всегда могли посмотреть какие-то системные журналы и выяснить, что к этим авариям, какие ошибки могли привести. В общем-то, сегодня мы будем рассматривать такие ключевые инструменты для сбора и хранения логов в Linux, вот, посмотрим, как, что такое ротация логов, как ее настраивать и как отслеживать с точки зрения безопасности различные события в системе, которые можно, ну, опять же, исходя из политики безопасности, считать критичными. Значит, загляну в чат, так, продолжительность вебинара сколько, может быть, не увидел. Ну, ориентируемся мы на 90 минут, да, на полтора часа. Стандартная продолжительность вебинара. Значит, начнем с вами с классического логирования. Собственно говоря, все, что у нас на самом деле, ну, классическое расположение логов, если мы говорим про систему Linux, это папочка var.log. То есть вот все логи, которые собираются различными средствами, они пишутся в определенные места и у каждого места есть свое некое предназначение. Начнем мы с вами с глобального системного журнала, да, то есть это var.log.syslog или var.log.messages. Название этого глобального системного журнала, оно зависит от дистрибутива операционной системы, то есть HELL-подобные, как правило, пишут это все дело var.log.messages, Debian-подобные системы пишут var.log.syslog. То есть вы какой-то из этих двух в вашем дистрибутиве, значит, наверняка увидите. Собственно, эти два файла, да, то есть один либо другой, это такой глобальный системный журнал, туда пишется все, значит, с момента запуска системы, туда может писать ядро Linux, log, какой-то протокол, туда могут писать различные сервисы, значит, например, там, допустим, какие-то обнаруженные устройства, сетевые интерфейсы, не знаю, если ваше приложение там пишет что-то в STDR, то оно тоже может туда попасть. То есть это такой глобальный системный журнал. Есть также логи var.log.out.log или var.log.secure, опять же, это зависит от дистрибутива. Это информация об авторизации пользователя, то есть здесь у нас могут быть показаны удачные и неудачные попытки входа в систему, какие-то задействованные механизмы аутентификации. То есть здесь мы, опять же, вот те, кто занимаются безопасностью, то вот это, как правило, один из самых любимых логов у безопасников. Есть также TheMessage, то есть это оборудование и драйверы устройств. В принципе, есть одноименная команда, которая позволяет, которая позволит посмотреть содержимое файла. Значит, здесь, на самом деле, ну, не очень удобно. Если давайте сразу посмотрим. Здесь, на самом деле, если посмотреть, ну, вот, на вывод этого лога, то тут совершенно не человеческий, ну, не human readable, да, то есть не человекочитаемый формат. То есть он начинает его писать от старта системы по умолчанию. Здесь, в принципе, можем сразу посмотреть, что у нас, какие устройства запустились, что у нас, значит, какое железо у нас здесь, по-моему, инициализировалось. Все это пишет TheMessage. И есть полезный ключик, например, T, который позволяет его немножко причесать. Есть еще, ну, вот, ключик H здесь не работает в этом дистрибутиве. Но вообще есть ключик T, который позволяет вывести таймстэмп. И мы уже можем посмотреть, что, вот, например, там, 13 октября, когда система загружалась, условно, вот такое вот железо было проинициализировано. Вот такие вот у нас устройства в системе появились. Значит, что еще здесь есть? Warlock, Anaconda Lock – это лог инсталлятора. То есть это лог, это то, что было зарегистрировано во время установки системы. Так, есть лог аудита. Значит, до лога аудита как раз мы сегодня еще дойдем в конце вебинара. Надеюсь, это как раз лог службы аудит D. Bootlog, ну, соответственно, лог загрузки. Да, то есть это то, что пишется у нас при загрузке операционной системы. В некоторых дистрибутивах могут быть логи Demonacron. Ну и, в принципе, да, то есть у нас могут стоять на сервере какие-то сервисы. То есть у нас могут быть настроены sub-bd, у нас могут быть запущены веб-сервера, у нас могут быть еще различные какие-то файловые сервера, например, быть настроены. И, собственно, все вот эти логи приложения, они, как правило, тоже пишутся в Warlock. То есть если не настроен какой-то иной путь, то, как правило, по умолчанию оно идет вот в эти папки. Не во всех случаях, да, но, тем не менее, ну, такие распространенные сервисы. Обычно создается директория и, там, например, те же логи Apache или те же логи Nginx мы можем посмотреть в соответствующей директории, которая также создается в директории Warlock. Так, значит, чати пока пусто, никто ничего не спрашивает. Ну, будем считать, что все хорошо. Значит, есть также логи менеджеров пакетов. То есть мы знаем, что у нас ПО устанавливается с помощью менеджеров пакетов. И, собственно, для каждого дистрибутива есть собственные логи, ну, для конкретного менеджера пакетов. То есть это, там, для RedHat подобных систем это YAMLog, для всяких, там, GENTU это MergeLog, для Debian подобных это вот DepackageLog. То есть здесь, в принципе, опять же, да, для каждого дистрибутива свой отдельный журнал менеджера пакетов. Ну, и есть различные всякие утилиты, которые нам позволяют смотреть логи, да, то есть это утилиты Tail, это утилиты TLF, если мы хотим, например, смотреть лог пока, ну, в реальном времени, да, то есть у нас что-то, кто-то в него записывает, и, значит, у нас мы можем в этот момент что-то посмотреть. То есть, например, давайте посмотрим там Secure. Вот, пожалуйста, если мы сейчас здесь сделаем какой-нибудь duplicate, то лог этот будет дозаписываться. Значит, ну, в принципе, команда Tail это условно хвост, да, то есть она показывает последнюю часть какого-то файла. Вот, есть утилита CAT, ну, CAT условно хорошая утилита, если файл небольшой, вот, если файл большой, то условно ее лучше не использовать. То есть, если у вас, например, у вас может быть лог там, допустим, занимать какое-то количество мегабайт, вот, а какое-то количество мегабайт вывести на экран, это уже может быть, ну, на самом деле, довольно ощутимо, если мы говорим про текстовый файл. А бывает такое, что, не знаю, если там, ну, в некоторых случаях мне встречались логи, там, у той же SBD Oracle, там, например, лог мог достигать таких конских размеров, как 50 гигабайт. И, представьте себе, да, что такое сделать CAT 50 гигабайтов, то есть это у вас система просто может, ей может стать плохо, и, собственно, поэтому лучше всегда пользоваться какими-то припроцессорами, вот, либо как-то смотреть, опять же, только на какую-то часть лога, вот, пользоваться таким утилитой, коктейл или хэт, и, соответственно, смотреть уже через них. Вот, ну, также полезная утилита для просмотра логов, это та же утилита LS, то есть она нам позволяет в таком довольно простом режиме вывести логи. Есть также различные утилиты с префиксом Z, это если у нас есть уже логи ратированные, они как-то сжаты, у нас есть какое-то сжатие, то мы, в принципе, без распаковки можем в них залезть и с помощью ZCAD, там, или ZGREP что-то посмотреть. Ну, и есть утилита LNAV, она тоже позволяет нам эти логи просматривать. В принципе, любая из утилит, они условно в том или ином виде, да, у нас выводят текст и нужны для того, чтобы смотреть, что там написано. Значит, пока что мы с вами не дошли до какого-то централизованного хранения логов, то есть мы пока что, все логи считается, что храним локально. Вот, собственно, есть ряд недостатков такого подхода, да, то есть, во-первых, ну, в чем минус, когда мы храним логи локально на каждом хосте? Это в том, что мы с вами должны, во-первых, выделить дисковое пространство под это хранение логов, то есть у нас, во-первых, идет утилизация ввода-вывода, у нас нужно дополнительное под это место, у нас также с точки зрения безопасности, да, локальные логи проще удалить, либо проще их подделать, то есть я, например, каким-то образом зашел в систему, и мне, в принципе, если есть на то права, да, то я могу, в принципе, лог перезаписать. Я могу сказать, что вот я запускаю программу, и направив ко мне вывод, допустим, в Warlock Messages или там, к примеру, там куда-нибудь еще, и у меня просто лог перезаписывается и, соответственно, перезаписывается. И я потерял все записи, да, весь протокол за какой-то там последний период времени. Если мы говорим про какие-то большие инфраструктуры, то есть когда у нас серверов с вами там не два, не три, не четыре, а уже десятки, сотни, то здесь, в принципе, уже чтобы что-то поанализировать, да, то есть когда у нас что-то ломается, то здесь нам просто неудобно заходить на каждый сервер и смотреть логи. То есть нам проще создать какую-то машину, куда у нас все остальные сервера, виртуальные машины будут сливать свои логи и ходить уже на какой-то центральный сервер и их смотреть. То есть вот здесь с точки зрения анализа, с точки зрения наблюдения нам удобно использовать какой-то централизованный такой подход. И здесь, в принципе, есть, скажем так, уже некие средства, которые присутствуют в системе из коробки, которые позволяют нам делать, да, то есть настраивать вот эту централизацию. Один из таких, одна из таких штук, это, например, тот же самый RCS-лог, про который мы сейчас поговорим. Либо это могут быть уже дополнительные различные средства, то есть это могут быть, например, такие сервисы, как тот же ELK, да, то есть Elastic Stack, в который мы можем скидывать все логи, про него целый блок, да, у нас есть на курсе. Рассказывается, как он настраивается, какие-то там есть компоненты. Тот же самый OpenSearch, да, этот fork, Elastico, Amazon-овский. Ну, довольно есть большое, в общем, количество вариантов, как сделать логирование централизованным. Так, есть ли какие-то вопросы, вот потому что сейчас посмотрели, может быть, какие-то что-то непонятно, может быть, что-то нужно пояснить. Если все понятно, если все хорошо, слышно, видно, можете поставить плюсы, что все окей. Если что-то непонятно, можете поставить минусы. И, собственно, я увижу, что что-то непонятно и постараюсь. Ну и дальше вы просто напишите свой вопрос. Так, значит, собственно, вроде как никто не ругается, поэтому начнем тогда с RCS-лога. Значит, что вообще такое RCS-лог? Ну, представлен он, да, как Rocket Fast System for Log Processing. Это, на самом деле, такой быстрый довольно сервис для управления логами. В нем есть куча возможностей. То есть там можно фильтровать контент, можно передавать логи по сетям. Он многопоточный, да, то есть, в принципе, поддерживает различные базы данных для сохранения логов. Можно журнал фильтровать, можно настраивать формат вывода. Собственно, в принципе, каталогом по умолчанию, да, для хранения логов у нас является как раз каталог Warlog. То есть у нас все, что, да, с вами попадает, это как раз для всеслога такой стандартный путь. Значит, давайте посмотрим, что он из себя представляет. Значит, ну, во-первых, посмотрим каталог сам Warlog. И здесь мы увидим, что здесь у нас различные логи в системе уже есть. И давайте посмотрим, прежде всего, на конфиг. Я сейчас расщелкаю слайды. Тут есть вот различные примеры и модулей. Мы сейчас их посмотрим. Есть facility, есть severity. Вот. И давайте сейчас мы более подробно остановимся на вот этих вот конфигурационных файлах. Значит, я его, значит, смотрю на примере дистрибутива Oracle Linux. Это тот же самый CentOS, который в большей степени адаптирован под СУБД Oracle. Собственно, там вот такой вот формат rcs.log конфига есть. Значит, здесь есть основные три таких директивы. То есть, есть директива Modules, да, то есть, это различные параметры, которые нужны для того, чтобы настраивать методы работы с сервиса, с лог сообщениями. Есть глобальные директивы. Здесь уже у нас, ну, просто глобальные некие параметры службы rcs.log. И есть секция правила, да, то есть, она же rules. Здесь уже правила сектировки логов. Значит, в Modules у нас загружаются все необходимые модули, да, то есть, здесь, например, может быть включен модуль для приема логов. Вот, в принципе, существует условно четыре таких глобальных, да, типа модулей. То есть, это модули ввода, это условно некий способ сбора информации из различных источников. Они начинаются вот с АЭМ. Есть модули вывода, они, как правило, начинаются с ОЭМ. Есть модуль фильтрации, это как раз они нужны для фильтрации сообщений разным параметрам. Они с FM начинаются. И модуль парсинга, то есть, это уже PM-модули. И они могут как-то давать нам дополнительные возможности, чтобы как-то синтаксически анализировать наши сообщения. Здесь, в принципе, у нас есть, да, по умолчанию модуль IMOX SOC. То есть, он позволяет сервису получать какие-то сообщения от приложений, которые у нас в локальной системе работают. И есть АЭМ-журнал, да, то есть, это для того, чтобы мы могли импортировать сообщения из структурированного журнала, да, то есть, из журнала SystemD в системный журнал. То есть, здесь, ну, довольно такая-то интенсивная, на самом деле, операция. Вот, ну, то есть, у нас, в принципе, эти модули подгружены. Ну, тут есть также перечислены модули МК-лок и модуль Марк. МК-лок, он нужен для того, чтобы можно было получать сообщение ядра, а Марк нужен, чтобы маркировать соединения и выводить сообщение о том, что слог все еще работает. Дальше есть, значит, ну, про это немножечко позже скажу. Дальше есть глобальные директивы. Ну, в глобальных директивах у нас здесь что? У нас здесь, во-первых, задается директория, которая используется для рабочих файлов RCS-Log, да, то есть, это то, что у нас для самого RCS-Log нужно. Здесь также используется стандартный формат хранения времени, да, то есть, это условно... В секундах с 1972 года. Ну, и есть также некий параметр include, да, то есть, все дополнительные конфиги, которые мы с вами можем добавлять к RCS-Log, да, они будут вот по маске .conf просто подключаться дополнительно. Если мы туда что-то захотим добавить, мы создаем нужный файлик, пишем туда конфиг и рестартуем сервис. У нас, соответственно, будет RCS-Log этот конфиг подхватывать. Значит, собственно, дальше из интересного здесь это правило. Вот, ну и, соответственно, правило это уже то, как у нас сортируются логи, каждое правило, оно может иметь какой-то свой синтаксис. Значит, здесь у нас, условно, изначально идет источник, дальше у нас приоритет, потом у нас уже какое-то действие. Значит, если у нас источник и приоритет совпадают, то сообщение в указанный файл передается. Источников приоритетов может быть несколько, они могут вот через точку с запятой быть разделены. В принципе, вот у нас в таком формате вся эта история представлена. Ну, например, что здесь можно смотреть? Ну, допустим, auth-prief, да, то есть это то, что связано с авторизацией пользователей. То есть сообщение вот этого всего дела у нас записывается в файл. И данный файл могут, опять же, читать лишь некоторые пользователи. И это все, что касается нашей вот секьюрности, да, то есть это, например, авторизация по SSH, это использование, например, там, SU, да, логин, утилит и так далее. Есть, например, также сообщения от почтовой системы, есть сообщения от системного планировщика, есть различные зарезервированные категории для того, чтобы их можно было использовать администратором системы. Local 7, как правило, используется для сообщений, которые у нас на этапе загрузки появляются. Вот, здесь, опять же, могут быть выбраны все источники. То есть тут, условно, у нас есть различные правила. Так, есть ли какие-то данные по возможным потерям сообщений? Файл бит, регулярно с этим сталкиваемся. Модули просто указываются в конфиге, их нужно скачивать, интегрировать. Ролл слева, фильтр, что собираем из права, то какой лог обрабатывается. Так, ну, давайте, смотрите, дойдем обратно. Собственно, у нас с вами есть, слева у нас с вами источник, да, то есть откуда у нас сообщения приходят. Справа это файл, куда у нас оно пишется, вот, а здесь вот через точечку у нас заведены приоритеты. Здесь приоритеты могут быть все, а могут, например, какие-то конкретные прописанные. То есть, например, вот, допустим, приоритеты merge. Раньше это называлось паник. То есть, это, например, какие-то сообщения из любых источников, да, вот, когда у нас какая-то чрезвычайная ситуация произошла, да, система неработоспособна, они у нас будут перенаправляться. Значит, есть также, к примеру, любая история с аутентификацией, да, связанная с безопасностью, там, и с авторизацией пользователя, она у нас с любым приоритетом будет писаться в Warlock Secure. То есть, здесь, на самом деле, вот, вместо этой звездочки может быть написано, может быть, различный уровень важности указан. То есть, здесь может быть, например, дебаг поставлен, либо, может, например, error, что у нас только сообщения об ошибке нужны, либо, например, здесь может быть, в принципе, none указан. То есть, это сообщения от источника с любым приоритетом, да, они будут исключены. То есть, вот, крон у нас не пишет, например, messages и так далее. Alphpref у нас не пишет в messages, то есть, он пишет в secure. Mail у нас не пишет в messages, то есть, вот здесь, условно, вот так вот оно у нас сейчас сгруппировано. Действие – это, грубо говоря, отправка сообщений, и оно у нас как раз отправляется в нужное место. То есть, это либо путь к файлу здесь может быть указан, либо, например, может быть указано, если настроено какое-то сообщение, у нас, может быть, здесь указана удаленная машина, сейчас мы до этого дойдем. Либо, например, тут может быть какая-то, ну, указана dev-консоль, то есть, например, на сообщения могут в терминал или в консоль отправляться. То есть, тут уже непосредственно destination, куда их надо отправить. Здесь есть такой минусик, вот, это означает, что у нас перед тем, как, что у нас, в общем, при отправке лога не будет делаться, не запускаться fsync, то есть, это будет означать, что часть логов у нас как раз может потеряться, то есть, у нас не будут синхронизироваться, не будут все буферы сбрасываться на диск и отправляться, да, из файлов у нас, условно, часть логов может быть потеряна. Вот, ну и также, кто здесь еще? В принципе, дальше уже, наверное, интересно посмотреть, как настраивать удаленную отправку. Значит, здесь, чтобы у вас можно было RCS-логом отправлять логи на какую-то удаленную машину, это нужно, ну, настроить, соответственно, сам удаленный сервер, который эти логи будет принимать, и, естественно, настроить клиентскую машину, которая будет эти логи отправлять. Для того, чтобы, ну, в общем, RCS-лог может работать по UDP и по TCP, вот, ну, соответственно, TCP и UDP, то есть, TCP у нас изначально устанавливается некая стессия, потом у нас уже идет обмен данными UDP, работает чуть шустрее, у нас не устанавливается изначальное соединение, у нас просто идет датограмма и передается сообщение, то есть, без гарантии доставки. То есть, в принципе, то, что у нас работает по UDP, у нас, опять же, доставка не гарантирована. Значит, ну, это будет работать быстрее. Для того, чтобы настроить сервер, да, нам можно выбрать какой-то из этих вот протоколов, да, и, собственно, либо можно выбрать оба и открыть порты, да, то есть, разрешить прослушивать, вот, у нас порт по умолчанию 514. И также здесь у нас добавляется некий шаблон, то есть, у нас по этому шаблону лог-сообщения от любого источника, с любым уровнем они будут сохраняться, вот, в каталоге на сервере varlog.exis.log, и дальше здесь будет имя компьютера, который, ну, имя хоста, который этот лог отправил, и, непосредственно, приложение, которое этот лог тоже отправил. Вот, соответственно, после того, как мы это все сделали, нам нужно rsys.log restart. Вот, делается это с помощью команды systems.tl. rsys.log.service. И, собственно, дальше можно посмотреть, давайте посмотрим, вот у нас демон rsys.log.d, да, у нас есть прослушка 514-го порта TCP, на всех интерфейсах он это делает, и, собственно, мы можем на него отсылать какие-то логи. Давайте теперь посмотрим клиентскую машину, значит, здесь, в принципе, в клиентской машине как раз есть примерчик, как вот настраивается rsys.log.d, и уже создается правило внутри вот этой вот папочки. Тут есть папка auth, точнее, файл auth, и здесь у нас, в общем, все, что связано с авторизацией, или использование команды su, оно будет отправляться вот на этот вот хост, да, в порту 514. Значит, две собачки, это будет означать, что как раз у нас используется TCP, вот, если у нас используется UDP, здесь, ну, если бы мы настроили UDP, то мы бы ставили одну собачку, да, то это будет означать, что это протокол UDP. Значит, после добавления вот этого правила мы можем это все дело сохранить, также стартануть сервис. И давайте, не знаю, сейчас, ну, сделаем, например, такую штуку, куда-нибудь залогинимся, и посмотрим, что у нас в var.log rsys.log создались вот эти наши хосты, да, то есть вот у меня данный хост, если мы посмотрим, это хост pg-gitlab, да, вот мы видим здесь в каталоге var.log rsys.log папочку pg-gitlab, и, соответственно, здесь есть вот это вот приложение, да, от которого мы от log получили. Вот, собственно, время, timestamp, да, то есть вот, пожалуйста, все это дело у нас с вами работает, и логи мы принимаем. Значит, в целом вот такая вот история. Значит, это что касается rsys.log. Значит, дальше, что нам с вами обязательно нужно с логами настраивать, это настраивать ротацию логов, то есть у нас есть, на самом деле, в Linux довольно большое количество сервисов, довольно большое количество служб, они работают в фоне, они пишут информацию, файлы логов, да, о своем состоянии, о каких-то результатах работы, об ошибках, о дебаге и так далее. То есть это все логи, и, значит, где они находятся, мы уже знаем, но, как бы, здесь у нас есть проблема, что размер логов, он постоянно растет, они занимают все больше и больше места на диске, и нам нужно как-то вовремя удалять записи, которые устраивают, то есть чтобы у нас сервер с вами нормально работал, чтобы ничего ему не мешало, чтобы место ничего не кушало, нам нужно как раз это дело как-то чистить. И для этого есть утилита LogRotate, то есть LogRotate, она нужна для того, чтобы чистка логов выполнялась автоматически, то есть она автоматизирует эту обработку журналов, ну и, соответственно, ей можно скормить некие какие-то действия, условия и правила, в соответствии с которыми она будет сжимать журналы в архив, или, опять же, отправлять на другой сервер, пускай они достигают какого-то определенного размера, возраста и так далее. Собственно, проверку логов, да, то есть можно настраивать там ежедневно, еженедельно, ежемесячно, то есть здесь, в принципе, любая схема ротации логов, которая там удобна вам, ну, конкретно для вашей задачи, она может быть использована. Ну, это делает все с помощью утилита LogRotate. Значит, давайте сейчас я опять прощелкаю слайды, посмотрим, где она у нас находится. Так, сейчас мы зайдем в etc.logRotate. И, в принципе, все это дело у нас лежит, все вот эти вот конфиги, они у нас лежат в папке etc.logRotate.d. Вообще, сам глобальный такой конфиг, он лежит в файле logRotate.conf, то есть здесь, в принципе, условно основной такой конфиг. Он включает в себя все дополнительные правила. Ну и, собственно, что здесь может быть? Здесь может быть, опять же, частота, то есть указанная у нас, с этой частотой будут проверяться, выполняться проверки на совпадение каких-то условий, в соответствии с которыми логи будут ротироваться. Здесь может быть написано, ну, по умолчанию здесь weekly, да, то есть это каждую неделю. Может быть, здесь поставлено daily каждый день, может быть, поставлено monthly каждый месяц, yearly каждый год, может быть, поставлено hourly каждый час. То есть здесь, в принципе, в зависимости от той частоты, которая нам нужна, можно поставить нужное значение. Значит, основные такие параметры, дальше это вот один из основных параметров, это rotate. То есть rotate, он показывает, сколько старых логов нам нужно хранить. Вот здесь параметр передается как раз количество. Create — это что нам сделать после перемещения старого лога, то есть у нас создается новый пустой файл. DateText — это у нас перед каждым заголовком старого лога добавляется дата ротации. Можно настроить сжатие логов. Ну и, соответственно, дальше здесь у нас пошли инклоды уже дополнительных правил. Значит, ну, тут также есть такая интересная штука missing.gog. Это означает то, что у нас не будет выдаваться ошибка, если лог файл не существует. То есть у нас правило сработает. Если файла нет, то рестарратироваться нечем, но ошибки выдаваться никакой не будет. Давайте сейчас посмотрим сами правила. Что тут у нас есть? Ну, давайте посмотрим, например, правила для сервиса HTTP. Ну, собственно, здесь есть дополнительные правила. Здесь есть такая вот штука, как delay-compress. Delay-compress нам не дает, ну, не сжимает последний журнал. То есть у нас, условно, если мы хотим, например, у нас ротируется 5, мы оставляем 5 логов, то у нас там 3 из них пройдут ротацию, но при этом все сожмутся. Вот последние 2, они из 5 не сожмутся. То есть мы сможем у них там без всяких утилит, которые нужны, чтобы лог прочитать сжатый, мы можем без них получить, собственно, все нужные доступы. Значит, здесь также есть shared script параметр. То есть он нам, значит, может сказать о том, что нам нужно запустить какой-то сторонний скрипт один раз. И есть параметр post-rotate, который как раз указывает, что у нас после ротации с вами происходит. Здесь выполняется у нас команда reload.httpd. И, ну, соответственно, end script. То есть те командочки, которые мы здесь ввели, они у нас завершаются. Что здесь есть еще? Ну, missing.gog, да, то есть это, в принципе, стандартная история. Значит, давайте посмотрим что-нибудь в какой-то еще лог. Давайте посмотрим на Nginx. Ну, здесь вроде все примерно то же самое. Так. Можем смотреть, допустим, Zabbix-агент. Ну, в принципе, здесь все примерно так же. Так, значит, ну, из таких из параметров там еще могут быть указаны, например, mail, то есть это отправка уведомлений на почту. Ну, может быть указан параметр copy-truncate, то есть если у нас создается копия, у нас исходный файл обрезается. Вместо того, чтобы переместить старые файлы у журнала и создать новый, у нас может быть указан max-size. То есть у нас совместно с параметром интервала у нас может быть указан max-size, то есть в зависимости от того, что произойдет раньше. У нас либо период ротации может произойти раньше, у нас лог ротируется, либо, например, у нас лог достигнет какого-то размера определенного, и, соответственно, если файл увеличится до указанного размера, то у нас лог также ротируется. Значит, так, как часто обновляются данные, каждое изменение в логе, каждую минуту задается или время, это, видимо, к rs-слогу, но у нас, собственно, они сразу отправляются, то есть как записалось, так данные и улетели. Так, значит, ну, по лог ротейту, что здесь полезная такая утилита, когда вы все это дело настроили, то есть вы добавили, например, новое правило, то вам полезно его проверить, и, в принципе, для этого есть командочка лог ротейт, и вы можете указать путь к файлу, который вы хотите проверить. То есть, например, мы хотим проверить ротацию логов в HTTPD. И здесь, условно, у вас сразу высветится, что у вас должно будет произойти, если этот лог должен будет ротироваться. То есть, в принципе, если у вас здесь никаких ошибок не выводится, то можно сказать, что у вас все настроено окей. То же самое, например, по Zabbix-Agent. Здесь видно, что нам не нужно лог ротироваться, да, то есть у нас empty log, not rotated, да, odlogs are removed. Вот, собственно, будет рассматриваться вот этот вот лог. Пока что не нужно ротироваться, да, то есть еще время не подошло. Ну, значит, это что касается утилиты LogRotate. Так, ну, собственно, как проверять конфигурацию, мы с вами посмотрели. Поехали дальше. Дальше у нас JournalD. Значит, JournalD это, ну, у нас есть с вами, это система журналирования систем D, да, то есть это некая такая бинарная система хранения различной, опять же, служебной информации о событиях. Это то, что у нас появляется в STD-Out, в STD-R у наших сервисов. И, собственно, JournalD у нас все это дело собирает. Значит, когда мы с вами запускаем какой-то сервис, то есть, в принципе, тот же самый, давайте посмотрим Apache, то мы здесь уже видим какие-то части из этого лога, да, то есть мы уже можем посмотреть какую-то информацию последнюю, что с ним у нас произошло. То есть, если, например, мы с вами где-то ошиблись в конфиге и не проверили, что у нас конфиг валидный, и перезагрузили с вами Apache, ну, в верховоподобных системах это HTTPD, то, собственно, мы увидим здесь ошибку, да, что у нас сервису нашему не понравилось. В целом, можем сейчас даже это посмотреть. Давайте мы сейчас параллельно попробуем стартануть на GINX. И, в принципе, у нас сразу он нам предлагает либо посмотреть Journal CTL XE, да, последние детали, либо мы можем посмотреть здесь на CTL и посмотреть тот же самый статус. И у нас здесь мы увидим, что у нас тут происходит. Происходит у нас следующее, что у нас сервис не стартует, потому что он у нас стартует по умолчанию на порте 80, это, да, по умолчанию порт HTTP. Но, тем не менее, так как у нас уже работает Apache, у нас порт 80 занят, и GINX у нас не может стартануть, собственно, углы здесь, и видим, да, что у нас ошибка Cold Not Bind, мы не можем привязать наш сервис к порту. В общем-то, да, то же самое все можно было посмотреть через Journal CTL XE. То есть, вот у нас эти логи, вот они у нас здесь выводятся. Значит, это что касается Journal D. Значит, в целом, что у нас тут есть? Значит, у нас параметры журналирования, их можно менять. То есть, у нас есть в этой штуке конфиг, и располагается он в пайлике journal.d.conf. По умолчанию здесь все директивы закомментированы. В целом, что здесь важно? Важно здесь то, что у нас Journal D может работать... Ну, во-первых, он у нас логи хранит в бинарном формате, то есть... И по умолчанию он у нас хранит их в TMPFS. То есть, он у нас не пишет куда-то файлы, у нас все хранится в TMPFS. И, соответственно, у него есть... То есть, условно, он не хранит... Есть некое временное хранилище логов, да, где у нас все логи записаны. Почему так сделано, да? Ну, потому что у нас есть опять же RCS log, который все пишет, и чтобы два сервиса не делали одну и ту же работу, условно, да, то, собственно, у нас Journal D по умолчанию работает вот таким образом. Если нам нужно сделать какое-то... Мы постоянно хранилища, да, то у нас здесь вот в конфиге Storage надо поставить Persistent, и, собственно, с него у нас... Тогда у нас логи будут храниться уже в файле. Значит, в целом вы можете понять, как у вас логи хранятся. Скорее всего, у вас будет каталог Journal D, если они у вас пишутся. То есть, если есть какое-то постоянное хранилище, то у вас будет каталог WarLog Journal, да, то есть у меня его нет. Соответственно, у меня все работает, как настроено было по умолчанию. И логи хранятся все вот тут. Стартует он... Ну, то есть логи у нас, опять же, идут от, скажем так, старта системы. И здесь, опять же, ну, то есть мы смотрим их от старта системы. Можно посмотреть, сколько у нас вообще, раз система загружалась. Ну, в данный момент у меня есть вот, да, одна загрузка с 2023 года. Собственно, вот она здесь присутствует. Значит, что здесь, какие есть полезные здесь, ну, как ей пользоваться, да, ну, в целом, все просматривается через команду journal.stil. И, например, можно посмотреть логи, допустим, для конкретного юнита. То есть, ну, мы там с вами запускали тот же Nginx. Давайте посмотрим логи для него. Вот у нас последние логи для Nginx сервиса. Значит, ключик B здесь обозначает то, что у нас логи читаются с последней, ну, с момента последней загрузки системы. Вот, и, собственно, здесь мы можем их посмотреть. Можем также посмотреть, допустим, сообщение ядра, да, то есть, если нам нужно посмотреть kernel логи, да, то также мы можем их вытащить через journal.stil. Что здесь? Ну, значит, в отличие от каких-то стандартных систем, да, то есть, у нас journal.stil вываливает все нам непосредственно в консоль, то есть, мы можем, не можем ее как-то обработать стандартными средствами типа грэпов, там, или через set, или через VK, вот, то есть, у нас, условно, он по умолчанию все отдает в LES. Можно также гибко, например, смотреть логи, ну, задавать какие-то промежутки времени, то есть, например, мы можем здесь указать, к примеру, параметр sins и, ну, по примеру, 0.6.0 и, допустим, until one один час назад, против one hour ago. И, собственно, вот у нас тут таким образом будет представлено то, что у нас в системе происходило. Так. Что тут еще? Ну, в принципе, значит, тут, опять же, есть довольно много различных фильтров, все мы сейчас их смотреть не будем, иначе мы не успеем посмотреть посмотреть оставшиеся вещи. Давайте посмотрим этот вот man, да, то есть, можно здесь посмотреть все параметры, и тут довольно много, на самом деле, всякого интересного есть. Что касается таких, наверное, интересных параметров из конфигурации, сейчас давайте еще раз их посмотрим, из того, что может быть полезно. Это Storage, это также Compress параметр, да, то есть, если нам нужно нажимать данные перед записью, мы можем здесь на эти логи накладывать какую-то криптографическую печать, можно настраивать Forwarding в Syslog, Forwarding Message, Forwarding, ну, консоль, то есть, это различные опции перенаправления сообщений, опять же, можно задавать уровни важности сообщений для разных логов, да, то есть, что куда перенаправлять, с какой, с каким уровнем приоритетов, ну, и, в принципе, из таких, наверное, полезных еще утилит, это, ну, настроек, это System Max Use, то есть, это максимальный объем, который логи могут занимать на диске, вот, также есть различные рантайм-параметры, тоже, они касаются максимальных объемов, которые логи, например, могут занимать, если у нас настроено файловое хранилище, можно условно смотреть, ну, в общем, это то, что касается MPF и SD-утилизация, чтобы посмотреть вообще, что у нас сейчас с логами, сколько они места занимают, есть вот такая вот утилита, Disk Usage, и, условно, вот, он выводит такой результат, да, то есть, сжатые и активные журналы, у нас порядка 88 мегабайт на диске занимают, то есть, это условно занимаемый объем логами, сколько у нас логов на диске сейчас лежит. Так, значит, ну, опять же, здесь презентация, да, то есть, сейчас слайды прощелкаем, здесь различные параметры конфигурации также перечислены, как это все дело работает, ну, и, собственно, да, с Journal.D можно также настраивать централизованное хранение, то есть, у нас есть специальные демоны приема и сбора логов с удаленных хостов, они также в активном, пассивном режиме могут работать, есть HTTP-сервер для приема логов, то есть, это все по протоколу HTTP может работать, и есть специальный демон для того, чтобы загружать логи с локальной машины в какое-то удаленное хранилище, то есть, это все, собственно, может быть настроено. Ну, тут, с одной стороны, из плюсов, наверное, то, что все это дело реализовано штатными средствами системы, то есть, у нас минимальные затраты ресурсов и там и трудозатраты на реализацию, да, то есть, это все из коробки работает. Из недостатков, то есть, у нас тут нету с вами буферов и очередей на центральном сервере и нету буферов и очередей на клиентах, то есть, у нас есть центральный сервер с вами ляжет, то все сообщения с удаленных серверов, они никуда не будут передаваться и они останутся в локальных хранилищах. То есть, это, в общем, такой минус. Значит, собственно, вот. Так, значит, вопрос с визуализацией без консоли, например, техподом. Здесь не совсем понял вопрос. если это вопрос. Значит, пойдемте дальше. Значит, у нас, в принципе, с вами дальше такие штуки, как обртд, аудитд и кодамп. Значит, тут, собственно, ну, из того, что сегодня все мы не будем смотреть, то есть, тут про обртд, про кодамп, там, в большей степени мы их смотрим на уже отдельных занятиях на курсе, аудитд, немножечко сегодня пощупаем. Значит, ну, обртд, это некий такой инструмент для того, чтобы можно было создавать отчетики об ошибках, то есть, это, в принципе, актуальная штука, чтобы слать отчеты, если ваше приложение окрашится. И с тем, можно автоматически их отправлять. для этого ставится специальный демон, специальные, там, оплеты, плагины, и, собственно, вся эта штука работает и может слать отчеты на практике, честно говоря. Не сказать, что я часто применял, потому что обычно, если что-то ломалось, там, было понятно, что оно, почему оно ломалось. Вот, и, ну, в общем, условно, вот, в моей практике, как правило, у софта были какие-то явные проблемы, там, либо, да, которые четко указывают на то, что софт работает не так, то есть, то, что он случайным образом работал, 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 и вот почему-то вот при какой-то, при каком-то случайном стечении обстоятельств он упал, ну, это вот актуально, когда у вас какой-то свой приклад есть, и вы его мониторите, и там, условно, уже вам нужно собирать, у вас много очень пользователей, и пользователи могут его запускать, там, с различными сценариями, вы уже, там, значит, собираете какую-то статистику, вот эта штука действительно может быть полезна. Значит, Кадамп, Кадамп, это, значит, тоже история для того, чтобы анализировать причины с боев ядра, разработана, разработана была в Red Hat, то есть, у нас, условно, есть, грубо говоря, два ядра, то есть, основное аварийное, и у нас, когда загружается основное ядро, у нас выделяется под аварийное ядро некий размер памяти, и, есть, если у нас происходит кэрмал паник, то у нас можно загрузить аварийное ядро и собрать дамп, вот, да, ну и дальше уже как-то анализировать результаты сбоя, вот, но это опять же, то есть, у вас, насколько часто происходит кэрмал паник, тут больше тоже, это, наверное, актуально для системных программистов, если у нас пишутся какие-то модули ядра, нам надо как-то их дебажить, там, то, в принципе, там, когда как раз может применяться. То, что сегодня мы посмотрим, мы посмотрим систему AuditD, значит, AuditD это, ну, так называемый Linux AuditDemon, то есть, с помощью него можно проводить аудит событий в системе Linux, и можно, в принципе, здесь довольно много чего отслеживать, то есть, можно различные типы событий для мониторинга здесь настраивать, то есть, это, например, отслеживать какой-то доступ к файлам, отслеживать изменения прав на файлы, смотреть пользователей, которые какой-то конкретный файл поменяли, то есть, это, опять же, можно с помощью него как-то несанкционированные изменения обнаруживать, ставить это все через, опять же, специальный пакет AuditD, вот, в зависимости от того, чем вы пользуетесь, то есть, он в Debian подобных системах и врахилов есть, ну, по-моему, там просто пакеты там и там AuditD называется, если я не ошибаюсь, вот, в CentOSI, например, он уже вообще есть по умолчанию, как правило, он уже предустановлен, вот эти вот пакеты, там, Audit и AuditLips, он уже есть, значит, конфигурация, она настраивается с помощью, по большому счету, двух файлов, то есть, один файл, это etc Audit, там есть Audit.conf, вот, и, собственно, здесь различные параметры, все мы сейчас их смотреть не будем, вот, иначе мы не успеем посмотреть, как оно работает, и есть также такой файлик Audit.rules, то есть, это здесь уже, так, вот, Audit.rules, то есть, здесь мы можем уже перечислять какие-то правила, правила можно также добавлять в Rules.d, то есть, это, условно, то, что у нас с вами здесь есть, можно их через консольную утилиту, также использовать, собственно, ну, в Audit.conf у нас, как правило, настраиваются, демон настраивается с акцентом на том, как, где он должен эти события регистрировать, вот, то есть, там определяется, как работает с дисками, с количеством логов, вот, то есть, в принципе, стандартная конфигурация, на самом деле, зачастую используется, она подходит для большинства систем, вот, а уже конкретно правила и события, уже, это уже настраивается в файле Rules. Значит, есть утилита Audit.ctl, если мы с ключиком L ее запустим, то у нас можно посмотреть активные правила, которые у нас сейчас есть, если мы только систему поставили, то данный набор правил, он у нас будет пустой, если нам нужно правило удалить, то мы можем, собственно, это сделать включом D, большим, у нас правило удаляться, ну и дальше, соответственно, мы можем сейчас посмотрим, ну, сейчас мы посмотрим, как у нас можно выполнять, например, мониторинг файла, ну, допустим, мы можем настроить аудит для файла tc-pass-vd, то есть, собственно, для этого сейчас я введу командочку и мы с вами посмотрим, как это работает. и вот это надо сделать. Значит, здесь есть ключик F, ключик F это он задает фильтры, то есть, фильтры, например, у нас есть путь, да, то есть, это, допустим, файлик tc-pass-vd и у нас, например, может быть permission, да, то есть, это то, что мы с вами, например, у нас файл изменился, либо у нас, например, изменился какой-то атрибут файла. Ключик A он указывает список и действия. Доступные списки это вот здесь указан список exit, здесь может быть еще user, может быть exclude, может быть task. Здесь есть, ну и действия это, соответственно, здесь может быть либо never, либо always. Собственно, после этого правила у нас с вами всегда будет записываться, что если у нас что-то произошло в эти сфд, то есть у нас поменялся, либо поменялся в атрибут, мы сможем это всегда посмотреть. Делается это с помощью утилиты outsearch и, например, мы это можем увидеть для конкретного файла. Ну, здесь уже какие-то старые у меня были настроены правила, давайте сейчас мы посмотрим. к примеру, используем команду adduser и добавим пользователя otus. Ну, допустим, добавим его с ключом давайте 3.1.0.1. посмотрим, что у нас здесь есть и в целом тут вот у нас есть команда, ну, он показал, что у нас есть команда adduser, то есть у нас в свою очередь работает user.ed и у нас что-то поменялось в файлике etc. zip svd то есть вот у нас здесь что-то добавилось вот здесь все мы это можем увидеть значит ну тут есть различные в этом выводе параметры то есть можно есть там время события можно увидеть тип в принципе здесь ну больше он пока ничего не показывает здесь еще можно допустим вытаскивать сисколы то есть связанные системные вызовы которые это делают можно идентификатор пользователя аудита вытаскивать какие-то значит двоичные файлы которые действия над файлом делают выполняют бинарники да смотреть и в целом значит тут много чего чего интересного есть можно также настраивать аудит для пользователей то есть можно смотреть какие системные вызовы пользователи делают да то есть включая доступ к файлам для этого обычно узнается идентификатор пользователя опять же у нас в линуксе каждый пользователь он операционная система различает их именно по юиду то есть не по логину а именно по уникальному идентификатору это некое число можно в общем здесь в принципе на самом деле довольно много правил аудита можно настраивать мы их на курсе рассматриваем вот но вот как такой примерчик сегодня мы с вами эти псвд посмотрели значит так ранее было продемонстрировано всех логов ремонт адреса если необходимо передавать логи какого-то сервиса патч прокси как пример нужно только настраивать что-то место звездочек у нас было продемонстрировано конкретный источник ауф да то есть там точно так же вы настраиваете источник откуда вы хотите эти логи получить вот так значит ну давайте пойдем дальше тогда по презентации собственно давайте вообще посмотрим теперь что у нас что у нас за курс значит если вопросы есть какие-то спрашивайте вот я на них постараюсь ответить вот сейчас пока давайте познакомимся с тем что у нас вообще на курсе изучается значит вообще как проходит обучение вот у нас проводятся вебинары вебинары как правило идут в порядке 90 минут как правило мы стараемся ну преподаватели от лица преподавателей говорю укладываться во время то есть у всех студентов есть какие-то свои дела работа не знаю семьи какие-то увлечения не знаю тренировки что угодно вот собственно чтобы все-таки как-то время можно было планировать мы стараемся укладываться вот указанный регламент если по каким-то причинам мы не укладываемся в регламент то соответственно задержки они только идут в согласии студентов вот и уже какие-то там совсем большие темы или ответы на вопросы уже в индивидуальном порядке они все решаются вебинары как правило проходят по будним дням в вечернее время 8 часов по Москве во время вебинаров ну в принципе в процессе обучения всегда можно задавать вопросы преподавателям преподаватели есть во всех ну там есть чаты для каждого потока и можно вопросы задавать как в чатах в телеграм так и на лекциях так и в процессе там выполнения ДЗ все стараются оперативно на вопросы реагировать отвечать также у вас будет личный кабинет в личном кабинете у вас будут доступны все материалы которые предоставляются к уроку то есть презентации запись вебинара какие-то дополнительные полезные ссылки на дополнительные материалы к изучению то есть это могут быть какие-то ссылки на документацию какие-то ссылки вспомогательные на допустим на ну на те же на тот же гитхаб то есть если какие-то модули интересные есть которые можно изучить все это у вас будет сохранено после окончания обучения тоже будет доступно Соответственно, как правило, два занятия в неделю проводятся И, в принципе, по каждому блоку есть домашка То есть домашку также проверяют либо те, кто вели лекцию Либо специальные люди-ревьюеры, которые знакомы с темой домашнего задания И готовы дать квалифицированный какой-то комментарий и фидбэк Собственно, домашка как раз ориентирована на то, чтобы закреплять полученные знания Ну и программа обучения, она на самом деле всегда обновляется То есть на текущем курсе уже там я видел, что добавилось несколько модулей То есть программа, она каждый раз при каждом запуске актуализируется Вообще, что касается навыков, которые на курсе приобретаются На самом деле здесь довольно много сейчас вакансий именно на DevOps-инженеров На различных среде специалистов То есть если брать количество вакансий на 2023 год То их там было порядка 2500 по источнику HeadHunter Сейчас их вроде как немножко уже даже еще больше стало И соответственно, что касается каких-то там финансовых, да, зарплатных предложений То вот примерная цифра, да, это среднее То, что предлагают квалифицированным DevOps-инженерам и своим аналитикам И практически везде требуются какие-то observability-инструменты То есть понимание стека какой-либо системы мониторинга Либо, например, того же ELK То есть чтобы вы могли собирать метрики, их анализировать И как-то делать выводы о том, что ваш продукт или ваша система Она работает стабильно, без каких-то проблем, да, ну и соответственно Опять же все это дело позволяет нам прогнозировать аварии Если вовремя аварию спрогнозировать, да, то соответственно она может не случиться И качество сервиса, естественно, возрастает А возрастает качество сервиса, да, соответственно бизнес растет и получает больше денег В общем, в принципе, если вот, да, посмотреть опять же на вакансии Ну, к примеру, вот, да, то есть опять же Есть различные требования по опыту работы с системами мониторинга Да, то есть тот же самый Zabbix Та же Grafana по Zabbix, там вообще отдельный модуль целый есть в курсе Ну, сейчас мы на лендинге посмотрим Есть Grafana, да, то есть если посмотрим на там другую вакансию То тоже здесь, в принципе, все перечислено, да То есть это и Prometheus, и Grafana, и Локи, и ЛК То есть все вот это вот дело, оно очень приветствуется Что касается самого курса, как он выстроен Ну, как он выстроен уже, я сказал, значит, старт курса уже 26 февраля То есть есть еще месяц, чтобы записаться Почти, ну, чуть меньше месяца Все проходит онлайн, рассчитан он на 5 месяцев Ну, по процессу обучения уже в целом я рассказал, да, то есть Ну, и давайте посмотрим вообще, что у нас в программе Здесь программа, она немножечко обновлена Собственно, ну, начинается, да, просто со знакомительного блока по observability Что в него входит, да, то есть вообще введение мониторинга в алертинг Какие задачи мониторинга, логирования трейсинга перед специалистами ставятся Есть так называемый GAPSTEC, да, то есть это Prometheus, Alert Manager, Grafana Тут целых 8 занятий Подробно изучается устройство и принцип работы Prometheus Как у нас собираются метрики, как они в Prometheus храняются Отдельное занятие есть по PromQL Это, собственно, чтобы вы могли корректно настраивать алерты И правильно вытаскивать запросы Опять же, полезная штука при настройке графиков Вот, значит, два занятия по Grafana То есть есть Grafana просто как такое вводное занятие И Grafana уже продвинутое использование Где различные, опять же, фишки Интересные из практики показываются По этому всему делу будет большая домашка Да, то есть там надо будет настроить Prometheus Настроить Alert Manager, настроить Grafana Опять же, по домашке будет отдельная коиндо-сессия Да, где вы можете задать свои вопросы И, собственно, здесь, ну, в принципе, да То есть это довольно такой важный блок Потому что сейчас очень популярна такая штука, как IAC То есть инфраструктура через код Когда мы свою инфраструктуру описываем в виде некого кода Деплоем его, ну, то есть заливаем его в GitHub А дальше можем раскатывать уже по системам Через различные пайплайны Собственно, вот это все дело очень актуально Потом целый отдельный модуль по Zabbix Вот, на Zabbix как раз обычно я веду этот модуль Вот, я очень люблю Zabbix Довольно такая стабильная Проверенная временем система мониторинга Смотрим на нее с разных сторон То есть как его ставить, как его настраивать На что нужно обращать внимание при настройке С теми либо иными базами данных Опять же, как мониторить веб-приложения Как мониторить СУБД С кучей различных подходов И, опять же, практик из жизни Все это дело рассматривается Значит, в Zabbix опять же, да То есть там целое отдельное занятие с ДЗ Посвящено алертингу То есть там довольно обширное количество каналов Отправки уведомлений И, соответственно, это все дело подробно разбирается Вот, ну, как бы различные, опять же, способы Доставки метрик в Zabbix Есть отдельное под это занятие Дашборды, опять же, QNDA по модулю Все это дело здесь есть Собственно, рассматривается такая штука, как Sendri Рассматривается TickStack, да То есть это InfluxDB, Telegraph, Хронограф То есть это все тоже довольно, ну, довольно, кстати говоря, свежий модуль То есть недавно совсем появился Вот, и тоже довольно много, где на самом деле используются целые Несколько, в общем, модулей по логированию трейсингу То есть это и классическое логирование в Linux И централизованная система логирования Да, то есть, в принципе, все способы здесь у нас с вами рассматриваются Целый отдельный блок по Elastic То есть здесь и Elasticsearch, Elasticsearch, Kibana То есть все, что у нас с вами нужно Да, по каждому компоненту у нас на отдельное занятие Все это дело здесь есть Значит, также с учетом того, что Elastic Ну, есть Elastic open-source, но не все его сейчас хотят ставить То есть некоторые сейчас переходят на бесплатный форк Да, то есть это Amazon-овский Значит, Amazon, это OpenSearch Собственно, тут проводится тоже отдельное занятие по нему Показывается, чем он отличается от Elasticsearch Вот, то есть на самом деле там он не особо чем отличается Ну, отличается, но на самом деле не сильно Там фундаментально мало что поменялось Рассматриваются системы распределенного трейсинга То есть это Tempo, это Zipkin То есть, в принципе, здесь Ну и, опять же, отдельный блок, отдельное занятие Уходит на incident management То есть то, не только, да То есть это, в принципе, процесс, который непосредственно связан с наблюдением И нам нужно реагировать на инциденты И, собственно, здесь тоже проект рассматривается И в конце курса у вас будет итоговый проект То есть у вас на основе того, что вы получили в рамках курса На основе этих знаний, вы будете условно делать этот проект Это уже будет большое задание Там уже будут консультации менторов И вы будете этот проект уже потом защищать И после этого вы сможете получить уже готовый сертификат О прохождении курса и диплом Значит, все преподаватели Активные, практикующие специалисты Руководитель курса Сергей Бывшев То есть он тоже довольно уже давно преподает в ОТУСе Опять же, на разных курсах В том числе и на Observability Его довольно богатый опыт как раз Использования различных инструментов Которые представлены в рамках этого курса Как раз он постоянно привносит что-то в этот курс новое То есть какие-то дополнительные модули, дополнительные уроки Собственно, он также ведет довольно широкий спектр занятий Ну и в целом проводятся также открытые уроки И те, кто хотят познакомиться с преподавателями Те, кто хотят познакомиться с тем, как, опять же, проходит процесс обучения Вот, все могут еще посетить следующий открытый урок Он будет 15 февраля Будет его тоже замечательный преподаватель Рассказывать Сергей Андрюнин И там уже будет посвящен почкафке Ну, также вы можете поискать предыдущие открытые уроки Которые были перед предыдущими запусками проведены То есть там, в принципе, были, ну, немножечко тоже Я в том числе рассказывал про Zabbix Рассказывали про тот же самый DLK И в целом довольно много там всего интересного можно поискать В конце курса у вас будет вот такой вот сертификат И, собственно, и также много полезных знаний Так, какое приложение? Значит, так, вопросы Отвечаю, возможно ли пользоваться микрофоном Или также и не кастом во время обучения на курсе Так, ну, вы можете, там будут вебинары, да То есть там, опять же, это все живые занятия Вы, на самом деле, во время вебинаров можете задавать вопросы голосом Да, то есть это все проводится в Zoom И там у вас есть возможность включить микрофон, задать вопрос Прямо по ходу занятия Так, какое приложение сейчас самое популярное для централизованного сбора логов? Zabbix vs Что про Zabbix можете сказать вообще? Zabbix это больше система мониторинга То есть там больше собираются метрики какие-то, нежели логи То есть она может собирать логи Но Zabbix все-таки больше не про логи Про логи, ну, вот то, что сейчас больше всего используют Это и Elastic Stack весь, да То есть это вот больше про него Zabbix это система мониторинга Это с помощью него мы условно мониторим, что у нас система жива Она работает корректно У нас никакие показатели не зашкаливают То есть у нас, например, там сервера Не используют там на больше чем 100% ресурсов, да То есть у нас там процессоры не загружены, память у нас условно не заканчивается Вот, какие-то, не знаю, что там Ну, то есть в принципе дату Zabbix можно мониторить все, начиная там от железа Если у нас что-то с железкой какое-то произошло Zabbix нам об этом скажет Заканчивая вообще какими-то бизнес-показателями То есть там при желании можно все прикрутить Так, настраивать придется у себя на ПК Или будет удаленный сервер Сервера для DZ предоставлять Значит, ну здесь на самом деле для DZ не нужен будет какой-то сверхбольшой сервер Вот, насколько я помню, там вроде как должны быть какие-то преднастроенные облака Вот, где можно выполнить домашку Здесь этот момент обычно сообщается кураторами уже по ходу прохождения курса Вот, но что касается мониторинга То есть у вас не нужно будет здесь что-то прям такого настраивать сложного То есть у вас все на домашнем компьютере прекрасно развернется Потому что тестовые стенды, они, как правило, не занимают много места, много ресурсов Вот, где-то у нас используется, где-то используется Lagrant Где-то какой-нибудь VirtualBox То есть там на самом деле сервера на Linux И виртуальной машины с VirtualBox вполне себе достаточно Ну плюс также какие-то гранты вроде как предусмотрены на облачных провайдеров Собственно Давайте порефлексируем, значит, если есть какие-то вопросы, то спрашивайте Что касается темы вебинара, то вроде как мы разобрались, как пользоваться такими ключевыми инструментами Для того, чтобы собирать, хранить логи в Linux То есть мы посмотрели RSS-Log, мы посмотрели Journal-D И мы разобрались, как настраивать ротацию логов, как она вообще настраивается в Linux И разобрались, как отслеживать критичные, с точки зрения безопасности, системные события Ну, на примере того же редактирования файла КТС по СВД То есть посмотрели Audit-D утилиту Что касается старта курса Ну, да, то есть там старт обучения 26 февраля У вас еще будет еще один, повторюсь, открытый вебинар Можете на него сходить, посмотреть, ознакомиться, что-то новое для себя почерпнуть Вот, ну, к сожалению, да, у нас время вебинара ограничено И в него не получится впихнуть все то, что есть на курсе Но, тем не менее, какую-то часть мы сегодня посмотрели Собственно, в начале занятия у вас была ссылка на опрос Я сейчас его повторю Ссылку, по-моему, она у меня была в файликах у меня здесь создан Значит, эту ссылочку я сейчас скопирую И просьба заполнить этот опрос после вебинара Так, Axislog, Axislog.ng дружат друг с другом Есть ли какие-то подводные камни, значит, ну, это уже тут На отдельных занятиях мы это разбираем Сейчас мы, к сожалению Подводные камни есть везде И даже просто в самом Axislog Вот, все подводные камни мы рассматриваем на наших занятиях Собственно, ссылку, надеюсь, все получили Собственно, время потихонечку вебинара подходит к концу Всем спасибо, кто сегодня присоединился Надеюсь, что увидимся с вами на нашем курсе И кого-то я встречу на занятиях по Забексу На сегодня мы наше занятие заканчиваем Всем спасибо, кто присутствовал Всем спасибо, кто задавал вопросы И всем продуктивной недели И надеюсь, что увидимся с вами еще Уже непосредственно на занятиях Все, всем спасибо И всем всего доброго